Закладной камень расположен недалеко от входа на Шараповское кладбище, где покоится около 2000 заслуженных людей, ученые, изобретатели, испытатели, генералы и офицеры, те, кто посвятил свою жизнь созданию ядерного щита Родины. О военных и гражданских атомщиках говорят мало. Большая часть информации засекречена. И создание мемориального комплекса – давняя мечта ветеранов. Мы должны попросить правительство, руководство местное, чтобы здесь, в конце концов, был создан мемориал. Все чертежи, все эскизы, все предложения, подписанные генерал-полковником Верховцевым, хранятся и в воинских частях здешних, и в управлении ЛАЗы во всех руководящих организациях. Ну а первым шагом к сохранению памяти о ветеранах ядерного оружейного комплекса стало открытие в гарнизонном доме офицеров комнаты боевой славы. 12-е главное управление – это управление героическое. Но оно было и до сих пор досекречено, поэтому некоторые моменты они не афишируются. Но тем не менее, тем не менее, какие-то азы мы сейчас увидим в комнате боевой славы. В дальнейших планах создание музея. Но здесь уже потребуется помощь самих ветеранов. У меня ко всем вам просьба. Не ленитесь. Как в Москве я призывал. Приносили из гаражей от детей, от родственников и фотографии, и экспонаты. Потому что, в конце концов, на ферме должен быть создан настоящий музей большой рожденной атомной эры. И уже после открытия комнаты ветеранов ждал праздничный вечер, на котором были вручены юбилейные медали к 70-летию победы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...